Сбежавшую из коронавирусного карантина пациентку ищут приставы. Минувшая неделя началась в Севастополе с детективной истории. Так глава города Михаил Развожаев назвал ситуацию, которая стала достоянием общественности в первые дни марта. В жанре остросюжетного блокбастера из инфекционной больницы Севастополя сбежала пациентка. У девушки подозревали коронавирус, однако она обманула врачей, разбила окно в изолированном боксе инфекционного отделения и исчезла. Теперь беглянку разыскивают судебные приставы, чтобы принудительно вернуть в лечебное учреждение и провести третий, завершающий анализ на COVID-19. Первые две пробы показали отрицательный результат. Риск, что девушка все же заражена коронавирусом, остается. Суд постановил разыскать пациентку и вернуть ее в инфекционную больницу. На аппаратном совещании правительства Севастополя в понедельник 2 марта выяснилось, что случай этой пациентки не первый. Ранее с признаками заражения COVID-19 в Севастополе госпитализировали не только взрослых, но и детей, рассказал Александр Кулагин. Севастопольцы, которые приезжали из КНР, у которых малейшие признаки были, они также были госпитализированы, полностью инкубационный период прошли, и дети в том числе, и ничего страшного не случилось. Дали анализ. На этом же совещании с должностью попрощалась заместитель директора департамента по имущественным и земельным отношениям местного правительства. Чиновница предложила общественной организации платить за аренду помещения для социальной столовой, где волонтеры планировали бесплатно кормить горячими обедами пенсионеров и малоимущих. Ситуация возмутила временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. На этой неделе прошу решить этот вопрос. И кроме того, в это помещение лично надо съездить. Это если наше муниципальное помещение, перед тем, как мы его будем передавать, посмотреть возможность его привести в какой-то вид, чтобы общественная организация могла начать работать. По предварительной информации, социальная столовая волонтерской организации «Сердце Севастополя» откроется в центре города. Еще одна возмутительная ситуация дошла до сведения городских властей посредством сети интернет. Мандалы разорили могилу неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев в своей учетной записи в Инстаграм написал. Отправил на место сейчас разбираться севнаследия, горхоз и департамент территориального развития. Во всем разберемся и к 9 мая все восстановим. А тем, кто это сделал, позор и презрение. Надеюсь, что правоохранители этих вандалов найдут. Съемочная группа независимого телевидения Севастополя выехала на место происшествия, чтобы получить официальный комментарий чиновников. Привести в порядок могилу неизвестного солдата пообещал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства правительства Севастополя Евгений Горлов. В городе сегодня, в соответствии с поручением губернатора, закреплены ответственные за всеми участками, за всеми памятниками, которые на территории города есть. Соответственно, мы будем их приводить и до 9 мая мы все это приведем в соответствие, сделаем нормальное, восстановим то, что было повреждено или будет. Конечно же, восстановим это все, приведем в соответствие, сделаем элементарные вещи по благоустройству, и, соответственно, будем уже дальше следить за этим участком. На следующий день севастопольские полицейские установили, личности задержали подозреваемого в осквернении могилы неизвестного солдата. По данным управления МВД России, по Севастополю надгробие могилы повредил 37-летний местный житель. Он уже был судим за кражу. Я хотел выпить, выпить. А я взял железку, продал тому человеку, который он мне дал выпить. Вы осознавали, что это памятник? Я даже и не задумался. Михаил Развожаев на этой неделе сообщил новость о новом федеральном законопроекте, который позволит правительству Севастополя определять единственного исполнителя услуг строительства и проектирования объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Цитата. Сегодня в Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий поправки в федеральный конституционный закон, предусматривающий особый порядок действия закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Крыма и Севастополя до конца 2022 года. Михаил Развожаев поблагодарил севастопольских и крымских депутатов, которые внесли законопроект в Госдуму за оперативную профессиональную работу. Глава города уверен, что принятие документа позволит качественно изменить темпы реализации ФЦП. Работы на реконструируемой улице Большой Морской и прилегающих площадях остаются одной из основных тем, обсуждаемых в Севастополе. Научные сотрудники музея-заповедника Херсонес Таврический рассказали о находках на небольшом участке на площади Лазарева. По толщу и земле обнаружили часть стены жилого дома вековой давности. И существовал он не больше столетия, вплоть до окончания обороны Севастополя, второй обороны Севастополя, до июня 1942 года. Пока он не был разрушен и сгорел в очень сильном огне, рядом с ним была разбита машина. Мы пока еще не установили тип машины. Полностью выгорело и разбито, опять же повторюсь. И даже на стене дома хорошо отпечатался след от этого пожара в виде такой черной полосы. После этого все пространство было здесь засыпано, снивелировано. Кроме этого специалистов музея ждали исторические находки времен Крымской войны. Одна из наиболее примечательных находок здесь – это пуговицы, относящиеся к периоду Крымской войны. Более десятка пуговиц найдено с одним единственным номером – номер 28. В связи с работами в центре Севастополя правительство города анонсировало очередные изменения схемы движения транспорта в районе улицы Большой Морской. С 6 по 22 марта на улицу Суворова на участке от пересечения с улицы Володарского до улицы Большой Морской вводится ограничение движения всех транспортных средств в связи с проведением работ по комплексному благоустройству на проезжей части и тротуарах. Движение по улице Суворова со стороны улицы Воронина будет осуществляться до улицы Сергеева Ценского с объездом участка проведения работ по улицам Советская и Василия Кучера. С улицы Володарского будет организован объезд по улицу Суворова до пересечения с улицы Сергеева Ценского в одностороннем режиме. С 14 марта по 4 апреля для всех видов транспорта будет перекрыт участок улицы Шмидта от Очаковцев до площади Ушакова. Организация дорожного движения по улице Очаковцев от пересечения с улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта будет восстановлена в привычном режиме – одностороннее движение в направлении улицы Адмирала Октябрьского. На участке улицы Адмирала Октябрьского от улицы Очаковцев до улицы Большой Морской и далее до площади Ушакова движение будет открыто только для общественного транспорта по одной полосе. Тем временем дендрооформление в рамках реконструкции и площади Ушакова, и площади Лазарева вызвало неоднозначную реакцию севастопольской общественности. Выяснилось, что пять молодых рабини высадили на клумбе у матросского клуба на площади Ушакова, не согласовав с дендрологическим советом. Нашему телеканалу кандидат биологических наук Наталья Мельчакова сообщила, что на обсуждение вопрос о высадке рабини именно на этой клумбе подрядчикам не выносился. Сам проект члены дендрологического совета не были ознакомлены уже с проектом озеленения. Мы не знаем, как будут размещены деревья, рекомендованные нами. Я же считаю, что нужно сохранить площадь Ушакова в том виде, какая она была до момента реконструкции. По мнению члена наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской и севастопольского депутата Вячеслава Горелова, подобный подход приводит к тому, что площадь теряет единый облик и становится визуально раздробленной. Я являюсь сторонником деревьев в городе, но это тот случай, когда, как мне кажется, деревья, высаженные на клумбе, разделяющие две полосы, приводят к тому, что пространство рассыпается. Оно дробится, оно делится и разрушается строгий, выдержанный, гармоничный архитектурный ансамбль площади Ушакова. О спорности решения высадить деревья посередине площадей центральной части Севастополя высказываются и обычные жители города. Ой, а зачем туда деревья садить? Для чего? Там клумба для цветов. Ни к чему там деревья абсолютно. Было красиво, всегда цветы. Не нужны там деревья, я считаю. Могут открыть. Они же расстраиваются. Нет, не перекроют. А может быть, это будет и лучше. Не нужны. Там прекрасная клумба была, будет затенять весь этот участок. Не нужно абсолютно. Не знаю, я думаю, что нет. Нет, не перекроют. Зелень нужна нам, серьезно. Ну там вот цветы всегда были. Не, нет, нужно. Нужны деревья. Да, небольшие такие, низкорослые нужны. Это, во-первых, тень, это хорошо. Трудно представить себе, как это будет. Нет, конечно, вот это доминирует, вот это вот дерево. Я думаю, что вокруг не надо деревьев. Розы, там цветы красивые какие-то, может, кустарниковые. А так, конечно, это будет громоздко очень для площади. Ну, красиво будет. Я думаю, не перекроют. Я думаю, еще надо большую морскую сделать, пешеходные, хотя бы на выходные. Ну и цветы, и деревья. Было бы очень шикарно. Цветы там всегда были. Ну, как считаете, деревья? Ну, там же, наверное, какой-то дизайн был. Кто-то ж, наверное, это все придумывал, я так думаю. Ну, цветы, конечно, лучше было, красивее. Это мое личное мнение. Интересно, что как раз сейчас природоохранная прокуратура Севастополя потребовала пересчитать все деревья в городе. В результате проверки и исполнения требований федерального законодательства выяснилось, что ориентировочная площадь земель, на которых произрастают зеленые насаждения на территории Севастополя, 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Это в том числе зеленые зоны улиц, парков, скверов и бульваров. При зеленении используются редкие и охраняемые виды растений, такие как сосна крымская, сосна пицунская и ее подвиды, тис-ягоны и другие. При этом в нарушении требований закона инвентаризация зеленых насаждений уполномоченными органами власти не проводилась. Рестр насаждений на территории Севастополя не составлен. Состояние озелененных территорий не оценивалось. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и возложил на Севприроднадзор обязательство произвести инвентаризацию зеленых насаждений в течение 10 месяцев. На этой неделе Севастопольская прокуратура нашла серьезные нарушения и в медицинской сфере города. В городской больнице номер 5, Центр охраны здоровья матери и ребенка, организация питания пациентов проходила небезупречно. Выяснилось, что подрядчик Общества с ограниченной ответственностью «Пеликан», которое на время проведения ремонтных работ пищеблоков организует питание в медицинских учреждениях в рамках аутсорсинга, допускало нарушения санитарных норм и правил при производстве, хранении и транспортировке продуктов готового питания. Организовано проведение проверки фирмы ООО «Пеликан», которая, согласно заключенного контракта, организует питание детей, беременных, рожениц, кормящих матерей, которые находятся на лечении в городской больнице номер 5. Проведена проверка и установлено, что условия государственного контракта заключенного городской больницы с фирмой «Пеликан» не соблюдаются. В этой связи проверка будет продолжена уже в городской больнице номер 5 в части надлежащего контроля за исполнением заключенного контракта. Но на прошедшей неделе были и хорошие новости по медицинскому направлению. В травматологическом пункте городской больницы номер 1 имени Николая Ивановича Пирогова установили новый рентгеновский аппарат. Современное оборудование стоимостью около 15 миллионов рублей позволяет севастопольским медикам получать более детальные снимки, а пациентам более качественную и быструю экстренную помощь. Предыдущий аппарат, который был здесь, он был 69-го года выпуска. То есть аппарат достаточно старый, который требовал больших ресурсов для его обслуживания, для его содержания. Естественно, он выходил из строя. И проблемы из запасной части уже надо аппарат не найти. На самом деле действительно было много проблем. И поэтому возник вопрос о замене аппарата. Севастопольская городская больница номер 9 в Балаклаве в 2019 году приобрела новое медицинское оборудование на 110 миллионов рублей. Компьютерный томограф, мамограф, аппаратуру для реанимационно-анестезиологического отделения. И теперь привлекает сотрудников по федеральной программе «Земский доктор». При переезде врачам предлагают 1 миллион рублей. Фельдшерам 500 тысяч. Нас уже, так сказать, включили в списки. Это три терапевта участковых. Это педиатр. Это врачи-рентгенологи. Это врачи-узисты. То есть те врачи, которых нам действительно недостает. Восстанавливается справедливость в вопросе оплаты труда медиков. В марте севастопольским медработникам выплатят долги по заработной плате, которые обнаружили при аудиторской проверке. Об этом на своей странице в фейсбук написал директор департамента здравоохранения правительства города Сергей Шиховцов. В ходе аудита выяснилось, что медперсоналу не начисляли надбавки за интенсивность. Далее цитата. Как и обещали, проанализировали все зарплатные ведомости сотрудников детской поликлиники номер 2. Сегодня вместе с Александром Андреевичем Кулагиным снова встретились с коллективом медицинского учреждения. Анализ показал, что людям не начисляли надбавки за интенсивность. И врачам, и медсестрам, и младшему медперсоналу приняли меры. В марте к основной зарплате будет до начисления. Людям придут две смски. Работаем дальше. В этом году Севастополь отправит 129 человек на целевое обучение медицинским специальностям. Так будут бороться с острой недостаточностью медработников в городе Герои. Повысить показатели целевого набора студентов-медиков из регионов поручил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе. В этом году департаментом начинается приемная комиссия по целевому обучению с 16 марта и закончится 11 июня. Приглашаем всех желающих на поступление. Это выпускников школ и также выпускников высших учебных заведений. Департамент здравоохранения правительства Севастополя предоставит 74 места для ординаторов и 55 мест на программы специалитета. Студенты и работодатели, больницы и поликлиники города заключат договоры о будущем трудоустройстве. На учебу людей направят в Симферополь, Краснодар, Москву и Санкт-Петербург. Ведущие вузы Российской Федерации это Крымская академия медицинская, Московский, Первый, Сеченова, Петербургский вуз и Кубанский. После завершения учебы 129 врачей вернутся в Севастополь. Те, кто учился по целевому направлению, отработают в медицинских учреждениях города не менее трех лет. Первое цветение миндаля, фортепианный концерт на площади Нахимова и цветы из рук военных. Одной из главных тем первой недели весны в Севастополе стало празднование Международного женского дня. Так, на Приморском бульваре в преддверии Международного женского дня смонтировали новую фотозону. Тут появились цветочные крылья ангела, а также арка с качелями. Горожане и туристы, не дожидаясь окончательного монтажа конструкции, оценили новую фотозону, вовсю делая снимки. За два дня до праздника поспешили поздравить севастопольских красавиц военнослужащие Черноморского флота. Группа защитников Отечества в полной экипировке на этот раз была вооружена не только автоматами, но и букетами цветов. Желаю вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, долгих лет жизни, и чтобы улыбка не сходила с вашего лица. Ой, спасибо, мои дорогие, спасибо, мальчики, спасибо, спасибо. Черноморцы с наилучшими пожеланиями вручили букеты сотням представительницам прекрасного пола. Праздничная акция нашла живой и теплый отклик в душах севастопольских жительниц. Трогательно. И хочется, конечно, ребятам сказать, понимая, какая у них сложная служба. И, конечно, дай бог им сил, терпения, удачи, везения. Огромное им спасибо и низкий поклон. А в субботу почетные звания получили женщины, отдавшие десятки лет своих жизней на благо и процветание родного города. Торжественное награждение накануне Международного женского дня стало приятным дополнением к ежегодным поздравлениям. Каждый мужчина очень сильно хочет и желает, чтобы женщины были украшением его жизни. Но мы, мужчины, прежде всего не должны забывать то, что будет ли женщина украшением нашей жизни, зависит от нас мужчин. Поэтому я желаю, чтобы, как сказал президент, каждый мужчина, который с вами, всегда об этом помнил и всегда делал все для того, чтобы ваша жизнь была замечательной и вы были настоящим украшением для нас, мужчин. Семь жительниц города-героя получили почетные грамоты Министерства просвещения России. Среди них директор кузницы мастеров строительного дела Севастопольского архитектурно-строительного колледжа Ирина Пьяникина. Наконец-то я доработалась до грамоты Министерства просвещения. Работаю уже 35 лет в колледже. Раньше техникум, теперь колледж. Здесь вот собрались женщины, я посмотрела на них на всех. Лица какие-то просветленные, красивые. Наверное, как и я, они все живут под лозунгом «Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь в своей жизни». И тогда все будет хорошо, все сложится.